Балтика-Спартак Баснодаром, что это была такая, ну как бы и игра, официальная, да, чемпионат, и какая-то подготовка к игре с Балтикой, ну наиважнейшая, я считаю, что она важнее была, чем игра в чемпионате, потому что Динамо, видишь, как не спотыкалась, и третье место как бы там уплывало, уже было понятно, ну на что можно было рассчитывать Спартаку в чемпионате, чтобы выправить этот сезон, да, но без кубка никуда, ну вот, и поэтому, ну они сыграли, как я тебе говорил, по схеме, как они заканчивали с Краснодаром, они сыграли 5-2-3, и Медина, так как позиций десятки нет в этой схеме, Медина остался на лавке, то, что я тебе говорил, Мартинс, которого выпустили там на 20-25 минут, он его готовил под это, ну под эту игру, вышел в составе, вышел Банганда, да, ну там, может быть, неожиданно, ну так, не так ожидаемо, то, что фланг латеральный левый играл Хлусевич, а правый, а левый нападающий играл Зобнин, вот, поэтому, по этой схеме они сыграли, как бы она, как я говорил тебе с Краснодаром, такая официально тренировочная была игра, но, ну, то есть он ставит угольда и дает, как бы, схему выбирает с двумя нападающими, десятка, три центральных защитника, там, играя от Краснодара, там, подавляя, но это мы уже обсудили в той игре, если она, ну, как я понимал, тренировочная все-таки игра какая-то была, то есть он дает Банганде 30 минут, он дает Зиньковскому 30 минут, который вообще не появляется с Балтикой, он дает Мартинсу 25 минут, и Соболеву он дает 5 минут, вот, ну, то есть, вот, потому что это же, ну, не просто так вот результат, что они там 9 моментов, кто там насчитал 9 моментов, я, правда, не понял, сейчас мы посчитаем, что такое момент вообще, и что такое просто удар, и дает Соболеву 5 минут, игра такая-то, надо нагрузить ребят, которых ты готовишь под состав в Балтике, дальше я смотрю, Соболева нет на лавке, потом, ну, вернее, составе нет, смотрю, на лавке тоже нет, смотрю, недомогание, они два дня назад, они играли, то все я не увидел, чтобы он травму какую-то получил, недомогание, дальше, ну, то есть у меня сразу, мне это режет и глаз, и слух, ну, как бы, я говорю, а что случилось-то, недомогание, что за недомогание, помнишь, мы про Дзюбу говорили, вот, видишь, когда недомогание тогда у Дзюбы было, тоже какое-то недовольство, он не поехал куда-то там, и здесь недомогание, начинаются разговоры, там, какие-то, у меня вопрос, а что ты его на 5 минут выпустил, ну, то есть, если ты готовишь, как бы, ну, ты даешь поиграть ребятам, и Соболеву ты даешь 5 минут, ну, я уверен на 95%, что это, ну, это возрождение конфликта, какие были там у Баскаля, ну, там, с тем же Соболевым, да, там, по завтраку я тебе уже сказал, что это дурь полная, да, там, заставлять человек, ну, людей там заставлять просыпаться в 8 утра в день игры и идти на завтрак, и начинают орать, что это им дисциплина не нравится, они за такие деньги, они должны выполнять все, что им говорит, там, дурь им несут, они должны это все выполнять, ну, на мой взгляд, вот, потому что, вот по этой ситуации, опять же, вот я тебе говорю, почему все закрутилось-то, ну, они, вот я грубо скажу, они просто просрали кубок, ну, я не знаю, выиграли бы они у Зенита в финале или нет, но они просто просрали, все было в их руках, поэтому Слишковичу по обстановке, кто должен был помочь Слишковичу, потому что я еще посмотрел вот эту историю на Бровке, когда стоит Слишкович, я еще узнавал, думаю, кто у него помощник, у него ребро, аналитик, да, и аналитик, аналитик, это вообще другая профессия, может ли из аналитика получиться тренер, ну, не знаю, но возможно, и он к нему подходит, то есть такой одинокий Слишкович, поплыл, потому что на четвертой минуте первый раз они пропустили первые, поплыл к нему с бумажкой, с какой-то подходит этот аналитик, он говорит, ну, нахуй отсюда, и чтобы я тебя здесь не бил, хоть мне мозги тут засирать, и все, и он ушел, ну, то есть ему тоже какая-то помощь нужна, но реально просрать вот так ситуацию, оставив одного Слишковича, без опыта, без всего, и ура-ура там кричать после вот этих побед, когда они, в принципе, правильную тактику избрали, но выигрывать надо было у Нижнего и у Балтики, иди от себя, иди от себя, это и схема должна быть другая, и состав, и игроки другие, Соболева бы потерять, вот из-за этой, на мой взгляд, из-за этой ситуации, сейчас начинают орать, а почему, кто такой Соболев, что он там должен делать, почему, но он просто, он просто задает вопрос, почему, зачем я должен вставать в 8 утра, я не просто про Соболева, я тебе Федю Смолова, я тебе приведу, тоже тяжелые ребята, там Мамаев какой-нибудь, иди там поговори, Кокорин, тоже, это все непростые ребята, но талантливые, у которых талант есть, и ты им говоришь, а зачем, а тебе не могут объяснить, зачем в 8 утра вставать и идти, да, ну, то есть ты же спишь по-разному, я просто вступление сделаю к тому, что, почему они, ну, вот, они сами просто просрали Спартака, и надо рассказывать про Соболева, там, еще про что-то, и еще про что-то, надо было все мобилизоваться полностью, да, объединиться и просто обыграть Балтику и уже там порубиться с Зенитом и выиграть Кубок, ему никто не может объяснить, зачем в 8, вот мне бы сказали, подъем в 8, ну, условно, там, завтрак в 8, но у меня что получается, я в 8 не хочу есть с утра, но есть такие люди, я, может быть, там, перед игрой, я где-то, у меня какое-то волнение, я в 4 засыпаю, мне в 8 надо вставать и идти куда-то. Но вы к чему имеете в виду, что Соболев для этой игры был архиважен? Подожди, он должен быть, он должен быть там, в составе, в принципе, так как он его готовил, нет, я бы тебе просто продолжил, что ты на этой теме, ты, ну, то есть ты не можешь объяснить, зачем в 8 приходить на завтрак, если я не хочу есть, вы мне сон перебиваете, я уснул в 4 часа, мне в 8, так я в 4 уснул, в 12 проснулся, пошел на обед. Все начали, ну, болельщики, ну, они же болельщики, это, ну, как бы, это со стороны, гнобить Соболева, там, Слишкович молодец, гнобить Слишковича, там, это, Зиньковский сдулся тоже со мной, я вопрос читаю, я говорю, да успокойтесь, ну, это со стороны, ну, как бы, это люди, которые болеют, переживают, у них свое мнение, оно, как бы, ну, такое, ну, там, со стороны, ведь я не понимаю, он тоже спрашивает, а что ты меня на 5 минут выпустил? Ну, да, я 30, я выйду, убери ты этого угольного, поставь меня, если ты меня планируешь в состав с Балтикой, на важнейшую игру, ну-ка, ну, это игра, ну, как бы, если бы ты эту прошел, у тебя игра бы сезона была бы с Зенитом, ну, на том этапе, эта игра сезона была с Балтикой, и, а он не может объяснить, почему на 5 минут, почему Зиньковский, который вообще, по всей видимости, даже не планировал, он на 30 выпускает, а Соболева на 5, он его спрашивает, почему, и все идет за рубой, по Зиньковскому то же самое, тут сейчас я начинаю читать, да он сдулся уже давно, он, ну, хорошо, а Зобнин не сдулся, играя левого нападающего, вот в этой игре, ну, то есть, Зобнин, Зобнин, то есть, мы считаем, поинтереснее, но он там вообще не играл, я не знаю, как он там, поинтереснее, чем Зиньковский, ну, да, ну, или как, Зобнин поинтереснее на позиции левого нападающего, чем Зиньковский, но он мог бы выйти хотя бы минут на 20 вместо Зобнина в этой позиции, наверное, я думаю, мог, да нет, этот сдулся, да этот, нет, всех гнать, всех гнобить, там, нужен порядок, какой порядок, нужны мозги у тренера и у руководства, потому что я тебе еще, я просто не то, что я вот прям возмущен, вот честно тебе скажу, поэтому я вот так что-то, ну, отвлечение такое сделаю, что по Соболину выпустит его на 13 минут, он выйдет, может, момент создать, забьет, он говорит, он спиной играет, а кто ему объяснял, что не надо спиной играть, вот ему кто-то... Я правильно понимаю, что вы имеете в виду, что Соболев, возможно, возмутился тем, что он вышел на 5 минут и его зачехлили? Сергей, именно это я имею в виду, его не зачехлили, он просто сказал, у меня недомогание, я не могу ехать, у меня голова болит, и понос, хотите, проверьте, хотите, нет, и все, и все, и он ушел с этой темы, сейчас будут на него орать, если это так, а я другого не вижу, ну, не может такого быть, чтобы он просто даже не приехал, что это за недомогание, что я не могу приехать... Ну да, то есть вы имеете в виду, что здесь даже... Травма, ладно, он мог дернуть, но есть МРТ, ты посмотри, ничего ты не дернул, он мог спазм, спазм все равно на МРТ видно. То есть получается продолжение, то есть яблоко от яблони падает недалеко, если мы говорим про Баскали и про Слишкович, ты опять начинаешь что-то обострять по Зиньковскому, ну, я так думаю, что когда он был помощником, он ему сказал, кто сказал, да слышишь, иди ты нахрен, что ты мне тут рассказываешь, и он закусил. То есть люди начинают закусывать, то есть их не волнует, у них эго начинает играть, понимаешь, ну, у меня такое впечатление, потому что по Зиньковскому я вообще не понимаю по Зиньковскому, я не понимаю по Сумбургу. Ну, то есть, ну, почему на 5 минут, что такое 85 минут он его выпускает, сейчас будут орать, да он там должен, да много чего кто должен. Я тебе говорю, я вот с Федей работал, Федя при мне стал в два раза лучшим бомбардиром и лучшим игроком, один раз, по-моему, да, но были ситуации, к Феде, у него что-то раз, там раздражение какое-то, поляна вроде как не очень была, он там раз выше пробил, что там за поле, ну, то есть, и раз, и все так начинают, действительно, что там за поле, блядь. Федя, нахуй, Федя, я говорю, Федя, ну, подожди, ну, понятно, что и авторитет должен быть, и по-моему, ты на одном языке должен разговаривать, понимаешь, это уже потом, уже после, как бы, когда он там, ну, вот у него момент начинался, когда он там перестал, ну, там, свою какую-то историю начал. Проявить себя, это значит, там, больше с мячом быть, я говорю, Федя, точно, чем меньше с мячом, тем лучше, будь там, забивай. Ну, вот, я вам подхожу, говорю, Федя, ну, хорош, при чем здесь поле, и у нас начинается нормальный разговор, а можно было сказать, слышь, ты что тут, давай, играй в поле, ты еще про поле будешь рассказывать. Или там другой, другая история была, вот, Гранкес, помнишь, Андреас был? Да. Капитан, ему там 31 или 32 был. Да. То есть, идут рывки, ну, как бы, упражнения на рывки. Я тебе говорю, ну, психология не может игрок, ну, на самом деле, который не играл, это сложно понять. Ну, и который даже, и какой играл, тоже так, ну, как бы, это, вообще, психология, это всегда была тонкая вещь. Гранквист, ну, идут рывки, Андреас, ну, ну, как, он уже в возрасте, ну, и он, ты помнишь его, ну, как бы, сложение, он, он не атлет. Высокий такой, да, он викинг. Да, он викинг, но он не атлет, то есть, взрывная работа, это не его вообще история. И я говорил, то есть, мы рывки, там, здесь упражнения, там, рывки делаем, там, в полную, там, Андреас регулирует. И Феде тоже ему не понравилось. Он говорит, а что это он регулирует, а мы тут в полную должны бегать. Понимаешь, и я чувствую, что какое-то вот раздражение идет, да, и потом, ну, как бы, до меня доходит, что, ну, там, не думаю, о чем мы должны в полную делать, а он нет. Ну, то есть, моя ошибка какая, просто не говори к Андреасу, подойди, говори, когда рывки, дело не в полную. А я при всей команде это говорил, в надежде на то, что пойму, Федя начинает бычиться. Я говорю, Федя, ну, хорош ты, я думал, что ты поймешь, и ты опять один на один разговариваешь. Но он уже забивал, это не Соболев какой, который играет спиной к воротам, ему говорят, да он спиной к воротам, это для нас вообще не потеря, потому что он спиной к воротам играет. Только у тебя столько времени было, ну, объясни ему, как играть лицом к воротам. Ну, то, что бы я бы сделал, причем очень быстро бы. И все, Федя, ну, мы посмеялись, и все, и тема закрылась. То есть, я перестал это говорить, но Андреас как бегал, эти рывки так и продолжал бегать, но все успокоилось. Понимаешь, вот, и я говорю, это очень тонкая вещь, завтрак в восемь, объясни зачем, да, ну, объясни, почему на пять минут. С другой стороны, ты можешь сказать, да что ты мне должен объяснять, ты иди бегай. А он сразу скажет, да ты кто такой, тебе завтра пинка под сраку дадут отсюда, блядь. И мы это все понимаем, что ты тут начинаешь мне рассказывать. И тут, а ты кто такой, сам дурак, сам дурак. Все, они развалили, все. Просто вот этим развалили, вот, перед этой одной игрой. Ну, вот, а по игре, ну, вот, и по составу. Я тебе сказал, схема, как я говорил, так она и была. И вот дальше мы начинаем. Балтика, я же тебе сказал, что они, это точно не Ахмат сегодняшний, не Рубин, да, и не Спартак, который играл вот последние игры от обороны, где они разрушали. То есть, Балтика, ну, так сложилось, четвертая минута, ну, гол, ну, у меня по Литвину вопрос, мы это уже обсуждали. Нет вопроса, откуда передача пошла? Ну, конечно, нет. А что она пошла? Она с этого фланга пошла. Ну, дали же. Там подбор, ну, ты там никто не успел бы. А что за подача была? Подача просто смешная была, просто долбанул туда и все. И что по Литвину у вас вопрос? Ну, по Литвину у меня вопрос, что они, ну, как они располагались. У тебя здесь игрок, вот ты последний, да, оттуда идет подача. Ты, подача была оттуда, ты развернулся, ты последний, здесь у тебя игрок. Ну, не надо бороться туда, лезть. То есть, тебе нужно контролировать зону. То есть, они же зону играли, они же не по игрокам играли. Ну, то есть, пошла передача, и он вдруг, то ли он не скоординировался, ну, как бы, я не знаю. И он полез зачем-то туда, хотя он останься на месте. Вот так же мяч пролетел. Даже если бы он попал к этому игроку, ты видел, как он обработал? Он обработал на грудь, у него куда-то отскочило, ну, ничего бы не было. Он полез туда, потом там, как, куда-то мяч на землю отпустился, и они прям все вчетвером туда, вот, на этот мяч бросились. Литвинов просто оставил, просто стой, не надо вообще ни прыгать, ни бегать, просто стой. Ну, такая, знаешь, позиционная ошибка, там, обвинять уж совсем, ну, совсем. Ну, я не обвиняю, я говорю, просто грубая позиционная ошибка со стороны Литвинова при этой подаче была. Которая особо, там, глаза-то она и может не броситься. Ну, вот, и на четвертой они пропустили. За время, за все это время, после смены тренера, то есть, получилась история, у них в нижнем надо было забивать, ну, два очка прибавь, и уже ближе к троечке. Ближе к троечке, да, как локомотив был бы, да. Да, где надо было, где стена встает, и ты, понимаешь, ты играешь вот себя, тебе надо взламывать, там вообще у них беда была, я сейчас еще пересмотрел специально, ну, там, Зоблинг, когда бил, ну, у них вообще, они создать вообще ничего не могли. Если создавали что-то спонтанное, как и здесь, в принципе, в этой игре, ну, в большинстве, в своем. И все, им надо взламывать. Еще Балтика им дала, то есть, когда там Игнашевич сказал, мы решили во втором тайме не прессинговать, в первом, они прессинговали, ну, ты знаешь, но это не прессинг, как я вижу. То есть, прессинг, а по игрокам жестко-то идешь, и можно было по ним идти, потому что они, как, вроде бы, играли в три центральных защитника «Спартака». Там можно было, а они так шли, что они выходили, то за счет длинной передачи, то низом как-то они выходят, и у них, у них на просторе, они завершали, у них много возможностей было, знаешь, как быстрая атака идет. То есть, переход на чужую половину, и сразу у тебя простор. То есть, у них не было, чтобы Балтика встала, и они их там взламали в первом тайме. Они достаточно, ну, так свободу давали «Спартаку». Ну, думая, что они прессингуют. На самом деле, ну, это не так прессингуют, это полупрессинг, знаешь, называется. Вот, Игнашевич сказал, говорит, во втором тайме мы приняли решение прессинговать мы не будем, ну, или там полупрессинговать, там будем играть от обороны. И вот пошла игра. Ну, то есть, в первом тайме розыгрыш, вот какой розыгрыш классный был. Это Банганда. Когда он бил, ну, то есть, это полуфланг, то, что мы говорим. Мартинсу отдали, он под себя прострелил. Банганда – это момент. Ну, то есть, если говорить, что момент, где там кто-то 9 насчитал, кто-то 12. Ну, если зобнил сливой ноги, когда бил, если считать, что это момент, ну, тогда в каждой игре, если у тебя 30 ударов, тогда начать у тебя 30 моментов за игру. Ну, там убирай заблокированный, хотя тоже можно было говорить, что, а вот не заблокируй, там мяч бы полетел, мы бы голову забили. Или когда у тебя убегает Игнатов. Я там не буду обсуждать, у Гальда играл там или Игнатов, который небыстрый, да, то есть, они все равно, наверное, рассчитывали, что они будут в позиционной атаке больше. И он, ну, на мой взгляд, Игнатов более мастеровит, чем у Гальда. Да, а по быстроте, вот, я так и не понял пока, по скорости. Ну, понятно, что он, наверное, побыстрее, чем Игнатов. Но это, если ты бежишь на 20-30 метров, то убегаешь, а этого почти не было. Хотя в первом тайме было. Вот, и он туда открылся, ну, Игнатов цепляет, да, ну, Латышонок выдвигается грамотно. Ну, считать это момент, ну, наверное, был бы Месси, мы бы сказали, что это момент. Просто он цепанул бы вот сюда бы ему. А так он как мог пробил Игнатов. Зобнин как мог пробил. Банганда попал там, ну, в ногу. Вот, то есть, осознанно, как бы, у Игнатова осознанная история, да, то есть, открывание за спину, передача, ну, удар, можно говорить, такой полумомент. У Банганды прям момент еще был, ну, попади там или в ближний, или в дальний верх. То есть, момент. Ну, вот то, что было в первом тайме. И во втором тайме они начинают обороняться. И надо взламывать. 0-1 ты горишь. Первый раз. Я же тебе... Вот как игра устроена. Вот как они до этого играли, как вот сейчас. То есть, ты играешь, ты обороняешься. Ты перемещаешься. Ну, тебе надо быть внимательным, не допустить ошибку. Если у тебя классные игроки впереди, то ты в быструю атаку уходишь. То есть, ты обороняешься, потом уходишь в быструю атаку и садишься обратно. А здесь ты атакуешь, теряешь мяч, получаешь быструю атаку, несешься назад. Хотя этого было очень мало у Спартака. И потом тебе опять надо перейти на чужую половину и опять начать взламывать. Это все... Ну, это абсолютно разный футбол. Как бы и по психологии тоже. Ну, и дальше моменты. Мы начинаем момент. Банганда бьет с правой ноги. Ну, это с нулевого угла. Мы как... Что это за моменты вообще, как оттуда он может забить? Дальше вратарь отбивает, подрабатывает. Игнатов бьет там с линии штрафной. Ну, и вот трое накрывает. Вот мяч, все там... Вау! Момент. Какой момент. Дальше Зобнин добивает. Ну, там чистокол ног такой, чтобы там где-то между кому-то должно... Ну, куда-то должно пройти. То есть, ты нацел... Ну, это, во-первых, это не созданный момент. Ну, вот как бы осознанный, как вот у Банганды был в первом тайме. Да, когда все под контролем, без всяких рикошетов, и разыграли, у тебя момент. Там какой-то отскок, он бьет, ну, Тишонок ногу опять выставляет. Там все... Ну, нет, я согласен. Там, а-а-а, можно делать. Ну, это такой момент, ну, хорошо, ну, полумомент. Там потом Зобнин с левой ноги, там, бау, там, а-а-а-а... Ну, когда он попадет? Ну, вот он попал с правой, да, там, обводящий в прошлой игре. Ну, сейчас он бьет, ну, ну, это не меняет, это удар. Я говорю, удар, он может быть опасный. Это может удар, это может быть гол, вот такой, на силу, когда бьют. Это может быть гол, это может быть опасный удар, может быть не опасный удар. Даже потому, что мимо ворот он может быть тоже опасный. Он может быть опаснее, когда он в створ попадает, когда ты в руки вратарю бьешь. и вот у Гальда два момента, то есть первый супер то есть смотри как они давай по схеме, то есть он ставит три защитника, зачем я вообще не понял, и по манере игры я вообще не понял, что он исполняет, я говорю, они как особенно иностранцы, как начинают чудить что-то, выдумывают то все вообще не туда идет хотя у них моменты во втором тайме были но опять же они были, когда у Гальда вышел и они весь первый тайм, они играли или начал до замены, они играли как бы они играли в обороне в пять а в атаке у них был Литвинов, у них был Чернов у них Маслов уходил, это как Краснодар приемичи играл Маслов уходил на бровку туда как правый защитник будучи центральным а Денисов просто уходил как латераль высоко вставал и вот стоит Денисов вот он не на скорости, ничего что он там может сделать и Банганда, который ну по идее должен широко где-то получать уходить в середину и обострять а ему пришлось, так как там Денисов занимал эту позицию ему пришлось уходить в середину ну а в середине комфортнее, как мы видели ну Медина, наверное он почти в позициях как второго нападающего там или ну как в десятки уходил ну то есть и вот, и ты так смотришь и думаешь, а зачем ты это делаешь, я вообще не пойму ну ладно, в три ты играешь в три против этих когда надо бронироваться зеркалишь, да ну зеркалишь или, ну если ты там хочешь от себя играть зачем тебе Денисов, там стоящий Денисов, Маслов у тебя там, зачем он тебе вообще поставь Денисову на место Маслов, он как бы в четыре сыграет и пусть у тебя Денисов подключается за спину Банганде ну как бы и там у тебя будет, и там будет у тебя Хлусевич подключаться за спину Зобнину и то есть я так смотрю, ну не понимаю потом, когда происходит замена, они переходят на четыре когда Банганда начинает там играть здесь, то есть, ну как бы у Гольда и у них появляется место, ну десятки там мог и Медина мог играть, там мог играть в оттяжке, мог играть Игнатов я считаю, что он больше, все-таки как десятка, а не нападающих ну у тебя просто на одного человека было бы больше в середине к чему это все вообще было ну то есть там взаимодействие, Хлусевич, Зобнин, да, там они какие-то были здесь вообще пустота, ну то есть стоячая какая-то история с правого фланга потом он меняет, выходит у Гольда то есть выходит у Гольда, и у него первый момент вообще супер то есть, то есть они начинают играть 4-3-3 у Гольда на острие Игнатов садит, Умяров отдает Игнатову между линиями то, что мы говорим, тот быстро в одну разворачивается и прям сильно в ногу у Гольда, который находится между двух защитников на линии прям вообще супер, просто 5 баллов вот 5 баллов за то, а так, когда Банганда в первом тайме 5 баллов вот за эту это момент еще то есть он подрабатывает, прям сила правильная ну как бы в дальнюю ногу, да, в правую то есть он обрабатывает, ну и лупит, вот там, бьет во вратаря второй момент спонтанно, он не ему отдавал Умяров отдавал Игнатову, но Игнатов не дотянулся, потому что он не точно дал и мяч туда пошел, и опять у Гольда там тоже находился в правильной позиции где должен быть центральный нападающий он опять обрабатывает, опять лупит во вратаря ну и все, ну и сейф у него действительно на последней минуте когда рикошет, и то, что мы по вратарей помнишь, говорил, он прям три шага, раз, два, три и выталкивает, и достает этот мяч если бы он там прыгал, или что-нибудь шаг сделал, он бы не достал бы его а тут вот прям грамотно, ну вот, видишь, школа а Кенфеева я буду называть, потому что я других там не видел кто бы так делал но он первый, наверное, начал это делать по сравнению с другими вратарями, потому что ему лет-то сколько уже он тут начинал, у него это с самого начала было вот, и мы начинаем говорить, какие-то 12 моментов, ну реально, которые созданы осознанно, два два момента, и по Угальде давай помнишь, когда я тебе сказал Угальде, когда он приехал я же, в прошлое же, после прошлой игры я не понимаю, есть у него скорость, есть у него дриблинг есть ли у него класс, талантливый ли он парень когда я сказал, что он на Давыдова похож все там, ха-ха, Давыдов, там, медиалига, там, Месси, Месси, там, какую-то хрень вот ему, сколько это он, 21? и Давыда, я помню, в 20 лет, когда он с нами, когда мы с ним работали я с ним работал ну как, мы работали, но я как бы поконкретнее, как открываться и что делать Давыд, ну, он на две головы выше, чем Угальде выстрел выстрел и выстрел ум乖 выстрел выстрел Продолжение следует...